Сегодня в выпуске Самая большая церковь Upper West Manhattan, Episcopal Church Бесплатная еда, Foodbank Школьные рюкзаки и принадлежности тоже абсолютно бесплатны Самый крутой университет в Америке, Columbia University Прогулка от Гарлема до Upper West Manhattan Pride в Гарлеме И многое другое Здравия всем, с вами Влад Мадис В сегодняшнем выпуске я вам покажу прогулку от Гарлема до Upper West Manhattan и наоборот Мы пройдемся по Morningside Park, который разделяет Гарлем и Upper West Manhattan Потому что в Манхэттене, в этой части находится аристократическая его часть Там дамы с собачками, там банки, культурные заведения Всякие финансовые биржи И попадем в мой уже полюбившийся и ставший мне родным Гарлем Где совсем другая обстановка, где везде орет рэп Интересно, да? Итак, поехали! Идем в очень интересное место по лайфхаку Фудбэнк называется, покажу как можно получать бесплатную еду И заодно, вот опять перекрыли дорогу И тут у нас велопробеги И дальше потом велопробеги и бегуны Смотрите, чувак Оп! Вот такой вот аппарат у него Вот вся основная тусовка тут Вот стоят краники с водой Люди могут попить воды Все фри Бесплатно Одно из моих любимых слов в Америке Играет музыка Стоят всякие чудики И Велозабеги И бегуны Происходит это третью неделю подряд А вон Групповое занятие Аэробикой Для стариков Вон бабульки танцуют себе Под музычку Движня Просто движня и туса Каждые выходные Вот так вот живет Гарлем Вон для детей Дальше развлечения Тут уголок, где можно получить информацию И зарегистрироваться Вот для детей поставили Видите Развлечения в бейсбол можно играть Сетки всякие Чтобы мечи не улетали далеко А вон значок Нью-Йорк-сити В стиле В каком же стиле? В мультяшном стиле В таком вот Ну вот опять же Смотрите какая тачка стоит Тачка на прокачку Молния Маквин Вот такой вот тут фестиваль Фигачит музычка Этот значок я вам уже показывал Нью-Йорк мультяшный Куча спортсменов Поэтому люди видите В Гарлеме не бухают на выходные А ведут культурный образ жизни Тусят Веселятся Играют в шахматы Видите Собирают браслетики из бисера И Жонглируют И это все Гарлем А вон сцена На которой Кто-то что-то рассказывает Так что Так проходят выходные В Гарлеме Обратите внимание Сколько людей Сколько спортсменов Да Какая растет Здоровая нация В Америке Все помешанные На велосипедах И на беге И я в центре Этого движения Ну я лично Бегать не буду На велосипеде Ездить не буду У меня сегодня Запланировано С кумом Во время обеда Посидеть Пообщаться На культурные темы Ну вы поняли Онлайн Через ватсап Короче сейчас Приближаемся к месту Фудбэнк Фудтемпри Или фудпентри Фудпентри Во Да Там Людям Которые стоят В социальной программе На пособиях И так далее Получают Бесплатную еду Вон очередь вдалеке Все стоят За бесплатным хавчиком Мы тоже встанем в очередь А потом я вам покажу Что Мы получили Вот такая вот очередь И раз в неделю Можно прийти И получить еду Куда мы и встали Вон напротив Просто сидит чувак Молится по ходу дела Что он там делает Я не знаю Но видимо играет В игру под названием Буду кланяться Оп 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 Да Вот таких персонажей Тоже хватает В гарляме В общем Чтобы вы знали Такие фудпентри Они при церквях Организовываются Обычно Либо волонтерами Либо богатыми людьми Не всегда правительством Понятно Что тут есть Интерес Богатых людей Они так уходят От налогов Но по большей части Это все Да Благотворительность Правильно Итак Пришел я домой С кульком Который мне дали Фудпентри Фудбенки Смотрите Что нам Бесплатно дали Значит Овощи Замороженные Порезанные Шпагетти Макароны Овсянка Рыба замороженная Без костей Шикарная Очень вкусная И консервы Фасоль Орехи Фисташки Целая большая упаковка Круто И сладкая картошка Рис Так что Вот такой вот Продуктовый набор Дают Фудпентри Фудбенки Раз в неделю А таких Фудбенков Много Так что Лайхак Тому Кто приехал В Америку И не знает Как бесплатно Можно питаться Вот так вот Фудбенки 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 Вот такие Спички Большие И мой сын Попросил их Зажечь Сейчас покажем Мы снимаем Вообще Это видео Фудбенки Короче Короче На выходные В Гарлеме Происходят Вот такие Вот движения Танцы Бесплатное Бухло Виски Шампанское Наливаю Кинотеатр Видите Кинотеатр На улице Где можно Сидеть Занять свое место И смотреть Кино А в этом Об этом я рассказывал Уже в одном Из своих бывших роликов Но Это был Прошлый выпуск Это было ночью Темно Сейчас светло Поэтому Показываю Рассказываю Как мы проводим Выходные Можно 500 миллионов раз Рассказывать Но лучше побывать Я сам не думал Что я когда-нибудь Окажусь в таком месте Поэтому Что сказать Даже не знаю Как это правильно сказать Мы предполагаем Бог располагает Это подсказала мне Моя умная жена Поэтому You know what I'm saying В общем мы решили С моим старшим сыном Сыграть шахматы Он играет достойно Но пока проигрывает Мои белые Его черные Посмотрим Чем все закончится Мы показываем Что я буду Сыграть 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 Мы хотим Благодарить Имидж Национ Вот начался Такой вот фильм Люди смотрят Вот гигантские шахматы Короче Жизнь кипит А вот ребята Кому интересно Так выглядит пожарная часть Нью-Йорка Так вот стоят машины 22 и 13 Американская пожарная Вот так вот А вот в Гарлеме Такой центр Для взрослых Мид Манхэттен Адалт Лоунинг Центр Где есть возможность Бесплатно взрослым Обучаться Всевозможным профессиям Каким-то там Небольшим Основой Бухучета Еще чему-то И курсы Бесплатные Для взрослых людей English is the second language Так что Видите Все При Все бесплатно Вот такая вот Плюшка Вот такой вот памятник Матери Чернокожая мать С ребенком Оригинально Потому что Дом Самый обыкновенный Вот такие вот Улочки Дворики Гарлема Вот такой вот Собор Необычный Готический Стоит На Ленокс-Авеню Сейчас я вот Снимаю против солнца Сейчас покажу вам Чуть-чуть С другого ракурса Просто как будто Какое-то кино Про ведьм Старое Там Где прячутся Все в церкви Люди Каких-нибудь там Чернокнижников Или ведьм Вот так вот Оно выглядит Конечно Просто посреди Такого Авеню Большого На куче Полос А вот С другой стороны Находится Вот такой вот Собор Тоже Готический Старинный Я когда-то В одном из роликов Про Гарлем Это показывал Но это было Ночное время Теперь посмотрите В дневное Как это выглядит Красиво Это действительно Ничем не хуже Чем какие-нибудь Там Замки Готические Или известные На весь мир Соборы Тоже Величественные Старинные Здания Которые Достойны Отдельных Слов И Съемочки Про них Вот такой вот Вид На Ленокс Авеню Один Собор И другой Вот мы идем По Гарлему И Какой-то Обдолбыш Идет перед нами И издает Странные звуки Наверное думает Что маленькая Ляля Не знаю Да Это дневной Гарлем 125 Улица Ленокс Авеню С пересечения Малькольм Это цивильная Часть Такая Элитная И мы идем По направлению К более Черной К более Беспредельной Части Гарлема Которую Наверное Привыкли Все Видеть В каких-то Фильмах Слышать Что Гарлем Это не Благополучный Район Так вот Гарлем Состоит Из многих Частей Есть Элитная Часть А есть Неблагополучная Где куча Копов На каждом Шагу Где куча Всяких Вот как я Сейчас Показывал Наркоманов Входят Обдолбанных Вот такие Грузовички Стоят На 127 Улице Расписанные Полностью Граффити А вон Рядышком Видите Кто-то Выкинул Вот такие Штуки Если вам Надо Можете Подойти И забрать Кресло Тумбочку Что хочешь Что и Забирай Когда кому-то Что-то В Нью-Йорке Не нужно Он просто выносит И ставит Это на улице Некоторые Пишут Табличку Free Бесплатно Некоторые Не заморачиваются Просто ставят Зная Что Все заберут Кому надо А вот Магазинов Таких На каждом Шагу Курильных С булобом Марли Тут Всякие Курильные Смеси Кальяны И можно Купить Канаби По рецепту Тоже Вот еще Церковь Такая С куполом Ну не готическая Обыкновенная Самая И везде На первом этаже Вот такие Вот кафешки Очень много Это Джуси Бар Хотел Вам показать Какие Необычные Газончики Очень Много Где Вот тут В Гарлеме Вот такие Вот газончики С куколками С куколками Можно Так сказать Ручной Работы И вот Возле Изотерической Лавки Где Могут Вам Погадать И сказать Что будет С вами В будущем Тоже Вот такие Вот Газончики С куколками Показываю Вам все Контрасты Потому что Действительно Повторюсь Гарлем Многополярен И очень Много У него Есть всевозможных Полюсов И сторон Постараюсь Вам показать Все Вот так Вот люди Ходят И пылесосом Чистят Улицы Сдувают Весь мусор На проезжую Часть А на проезжей Части Уже Непосредственно Едет Машина Моющая Убирающая Дорогу И убирает Этот мусор Дальше Хотел Еще Вам Рассказать Что Иногда Бывает Идешь И Стоит Вот Что-то Выкинутое Как я Показал До этого Например Там Стул Или там Бывают Телевизор Или еще Что-то Вот Один Из бизнесов Но не Тут В Гарлеме А в Ист Манхэттене Иду Я Стоит Стул Смотрю Новенький Такой Ну Я его Беру Складная Табуретка Подбегает Чувак Блэк Такой Неодупленный Говорит Это мое Это мое Говорит Если ты хочешь Ты можешь Купить У меня Это за 5 Баксов То есть Вот такая Вот Замануха На Манхэттене Конкретно В Восточной Части Что Предприниматели Стоят И Вот так Вот Знают же Что Люди Будут Идти И Видеть Что Кто-то Что-то Выкинул Значит Можно Забрать Понравилась Вещь Новенькая А этот Чувак Видимо Сам Нашел Это Идет И думает Опа Поставлю Постою В сторонке Поймаю Какого-нибудь Лоха За 5 Долларов Продам Ему И еще Один Из бизнесов Тут В Нью-Йорке В каждом Метро Я покажу Вам Помимо Турникетов Через Которые Проходишь Есть еще Эмеженси Дверь Так вот Эта Дверь Открывается Для Крупногабаритных Грузов Либо Колясок Если Мамочки Там С колясками Идут И так далее Есть Одни Из Предпринимателей Такие Тут В Нью-Йорке Которые Открывают Эти Эмеженси И Стоят И Людей Пропускают За Доллар То есть Хочешь Зайти Дал Доллар Тебя Он Пропустил Ну Естественно Это Делается Чтобы Не было Полиции Рядом Потому Что Если Полиция Поймает То Она Может Наказать За Такое А Сейчас Вам Покажу Один Из Макдональдсов В Дневном Гарлеме В Ночном Это Выглядит Все Совсем По Другому Вот Такие Дома Видите Ремонт Идет Одного Из Многоэтажных Домов Ой Сори Видите Идет Ремонт Одного Из Многоэтажных Домов Оговорился Оговорка Попройду И Полностью Весь Дом Окутали Вот Такими Во-первых Строительными Лесами И Сеткой Чтобы Если Что-то Вдруг Будет Падать Или Лететь Вниз Чтобы Не дай Бог Никого Не Покалечило Чтоб Никто Не Пострадал Ну Естественно Макдональдс Да И Напротив Церковь Поел Вкусной Еды Из Макдональдса И пошел Замолил Грехи Вот Такие Вот Типичные Квартальчики По Всему Нью-Йорку Я думаю Многие Видели Что-то Наподобие В фильмах Вон Посмотрите Через Дорогу Очередь Фудбэнк Фудпэнпи Раздают Еду Бесплатно Поэтому Пол Гарлема Пришло Полакомиться За счет Правительства Или за счет Какого-то Спонсора И прямо Ярмарка Какая-то Очень-очень Много Продуктов Потому что Каждые Выходные В Гарлеме Происходит Какая-то Движуха Такую Вот Очередь Длиннющую Мы стали На целый Квартал Потому что Раздают Бесплатно Одежду Новую Еду Не просроченную А классную Вкусную И полезную И школьные Принадлежности Так что Придется Постоять Пару часиков В очереди Вот люди На машинах Приехали Причем На Хороших Машинах Тоже Стали В эти Очереди Чтобы Полакомиться Бесплатной Наживой Халявой Ну что Стоим Мы в этой Очереди Уже Полтора Часа Пока Безрезультатно Только Двигают Нас Назад Да Назад Ну ничего Дождемся Своего Звездного Часа И Получим Все Бесплатно А когда Получим Я вам Покажу Что Нам Выдали В этой Очереди Вот так Вот Знаете Что самое Классное Будь то Манхэттен Бруклин Гарлинг Бронз Квинс Не важно Везде Есть Парки Парки С Бесплатными Туалетами Ты Заходишь Туда И Там Стол Для Ребенка Чтобы Переодеть Его Можно Было Все Цивильненько Туалетная Бумага Вода Мыло Все В Плиточке То Есть Все Бесплатно Все Для Людей То есть Смотрите Правительство Америки Заботится О своих Гражданах Даже Вот Вроде бы Мелочь Да Но Бесплатные Туалеты На каждом Шагу Бесплатные Фонтанчики С водой Везде Есть Где Можно Остановиться Попить Круто И конечно Меня Все больше И больше Поражают Их Красивые Такие Непохожие Друг на друга Церквушки Ну На каждом Квартале Практически И Они Все Разные Абсолютно Смотрите На эту Да Все Похожи На какие-то Замки Вон Еще Одна Это Мы Идем Сейчас По Адаму Клайтону Вот Она Чисто Башня Где Заточили Принцессу Ее Надо Спасти От Дракона Так Вот Обещал Вам Рассказать Про Вот Такие Вот Замки Смотрите Очень Многие Пристегивают Вот Такие Вот Замки Навесные Вот На Таких Вот Домах Вроде Б Самый Обыкновенный Дом Под Вход И Вот Такие Вот Замки Значит Для Чего Это Эти Замки С Кодом Внутри Если Его Открыть Видите Код Набираешь Код Я Не знаю Какой Открываешь Этот Замок И Там Лежит Внутри Ключ От Апартаментов От Квартир Так Делают Real Estate Брокеры Для Того Чтобы Не Приезжать Каждый Раз На Показ Квартиры А Сказать Слушай Подойди Там На Калитке Пристегнут Замок Навесной Код Например 96 92 Он Набирает Код Открывает Заказчик Кто Кто Хочет Снять Квартиру Будущий Тинанс Арентосъемщик И Смотрит Там Внутри Лежит Ключ Берет Ключ Real Estate Брокер Брокер Риэлтор По-нашему Говорит Подымайся Например На Третий Этаж Апартаменты Номер 5B Или 3B И Смотри Квартиру Он Посмотрит Квартиру Потом Спускается Вниз Опять Открывает Замок Ложит Туда Ключ Закрыл И Уехал И Вот Так Ведут Бизнес Риэлторы В Нью-Йорке Чтобы Не приезжать Каждый раз На показ Потому Что Зачастую Они живут Где-то За городом В блатных Крутых Домах Им Не Всегда Удобно Ехать В город Каждый раз Показывать Квартиру Потому Что Очень Часто Это Может Быть Просто В пустую Вот Такая Вот История Продолжение следует Ребята Вот Это Полные Две Сумки Еды Бесплатно Получил В Гарлеме Простояв Полтора Часа В очереди Всего Лишь Полная Сумка Фрукты И овощи Картошка Огурцы Яблоки Сладкая Картошка Лук Морковка Вторая Сумка Хлопья Молоко Курица Целая Консервы Макароны Печенье Детям Хлопья Это Все Даром Абсолютно Потому Что Сегодня Суббота Поэтому Вот Такие Вот Дела Так что Американ Дрим Кэм Тру Просто Посмотрите Какую Движуху Установили Для любителей Альпинизма Да Это Это Вообще А это Вот Я стал Следующую Очередь За школьными Принадлежностями Рюкзаками И так далее Вот Мне дали Кюркод Сканди Кюркод To Registrate For School Supplies Короче Школьные Принадлежности Дадут Тоже Абсолютно Бесплатно В общем Гайз Плюсы Жизни В Америке В том Что Если ты живешь Например Как я В Гарлеме Каждую неделю Происходят Какие-то Бесплатные Фестивали Какие-то Бесплатные Раздачи Еды Одежды Школьных Принадлежностей И так далее Это Очень-очень Круто Короче Я приближаюсь К очереди Сейчас Должны Моим детям Выдать Бесплатные Школьные Принадлежности Рюкзаки И что-то там И что Обязательно Все вам покажу Просто Для сравнения Как тут Заботятся О своих Гражданах И о школьниках Никаких Школьных Сборов Поборов Никаких Таких Грижух Как у нас Там Ждать На Полотенца Занавески Новые Парты А наоборот Все Раздают Бесплатно Вот Дали Вот Новый Рюкзак Полный Всяких Школьных Принадлежностей School Supplies Вот Так Вот Удачная Суббота На районе Дальше Больше И интереснее Смотрим Короче Рюкзак Один Ложи Все на пол Рюкзак Два Куртка Три Куртка Четыре Школьные Принадлежности Всякие Книги Там Вся Движня Короче Очки Грелки Водичка Дальше Школьные Принадлежности А это Что такое Так Открываем Куча Школьных Принадлежностей Полная Сумка Еды Это Я вам Показывал Тоже Полная Сумка Еды Еще Один Рюкзак Полными Принадлежностями Для школы И еще Один Рюкзак С принадлежностями Для школы Короче Ребята Правительство Америки Кто бы что-то Мне рассказывал Настолько Заботится О своих Гражданах И с учетом Того Что мы Живем В черном Квартале Очень Заботится О черных Людях Мы уже Приравниваемся К ним Потому что Нас уже Все знают Узнают Кричат Как дела Брат Я говорю Я говорю Кор Буду вам Выкладывать По мере Появления Информации Новый Материальчик Давайте Ну что Гайс Мы немножечко Передохнули После получения Халявного Всего Еда Рюкзаки Школьные Принадлежности Идем Сейчас Показать Вам Другую Часть Гарлема Очень Интересную Там Есть Безумно Красивый Морнингсайд Парк И Офигительная Наверное Самая Крутая За все Время Что Мне довелось Видеть Церковь Католическая В Нью-Йорке Я вам покажу Это просто Что-то В сравнении С Ноттердам Де Пари Или С этой Вот Готической Церкви В Барселоне Я не помню Как она Называется Но он Сопоставим Потому что Это просто Песня Увидите Поехали Давайте Идем Вот такое Чарующее Здание Не знаю Что это Но очень Красиво Но Находится Напротив Школы Вот такая Вот школа Есть Прикольная И напротив Вот это Вот здание Которое Полностью Как в граффити Разрисовано Всевозможными Персонажами Под Различные Чернокожие Видимо Деятели Культуры Я так понимаю Потому что Тут книги А напротив Школа Такая Вот 3D Бабочка Красивая А вон Просто Челик Бежит Куда-то Тут Постоянно Кто-то Куда-то Бегает Обожаю Этих Персонажей Потому что Они Обычно Еще Бегают И орут Что-то Но Этот Просто Бежал Видите Хьюго Нюман Колледж Школа Хьюго Нюмана Кто он Такой Я не знаю Но Наверное Очень крутой Чувак Раз В честь Него Назвали Школу И вон Напротив Вот Как раз Вот Этот Морнинг Сайд Парк Сейчас Мы Зайдем Вовнутрь И я Вам Покажу Как Там Круто Вот Морнинг Сайд Авеню И Пересечение 119 Улица Итак Мы Зашли Морнинг Сайд Парк Тут Очень Большая Баскетбольная Площадка Тут Все Играют Постоянно Баскетбол Молодежь Куча Баскетбольных Колец И Обратите Внимание Какие Интересные Камни Здоровенные Большущие Такие Я так думаю Может быть Даже Многовековые Сейчас Очень Красивая Природа Тут Потому Что Как бы Лето Еще Последние Дни Августа Вот То Про Что Я Уже Рассказывал В этом Видео Видите Как Всегда Туалет Бесплатный Туда Зайдешь Там Все Цевельнячье Красиво Вон Такое Небольшое Поле Для Настольного Тенниса Вот Ребятки Играют Шахматы Практически На Шахматном Поле Да Такая Площадочка Детская Идем Дальше А вот Тут Что Самое Интересное В Каждом Парке Есть Зона Барбекю И Вот На Этой Зоне Барбекю Разные Семьи Разные Компании Собираются Вот Например В данном Случае Как мы видим Они празднуют Трехлетие Своего Ребеночка Они Собираются Обычно С барбекюшками С кучей Еды С кучей Всего Ставят Столики Стулья И празднуют Конечно Их Празднования И мероприятия Отличаются От наших Потому что У нас Была бы Уже Куча Бухла Гитара Крики Оры А у них Все Чинно Благородно По старому Как можно сказать Отдыхают Никого Не парят Не шумят Просто На площадке Детской Собрали С детьми Максимум С каким-то Пуншем Потому что Распитие Спиртных напитков В общественных Местах Запрещено Если Кто-то Будет Проходить Из копов Рядом И увидит Что кто-то Подбухивает Спиртные напитки Оштрафуют Минимум На 100 Бачей Вот так Вот Летом На каждой Из детских Площадок Вот такие Вот фонтанчики Декоративные Да Тут детки Могут бегать Не только детки Хотят и взрослые Могут выбежать Принять душ Освежиться Очень-очень Красиво И круто Вот так Вот они сидят Празднуют Свои детские Дни рождения Для деток В парках Выходим Идем дальше Так Пошли Везде Вон Нам дали Угощение Потому что У ребенка День рождения Увидели Что мы с ребенком Наташа Покажи Что нам дали Класс История игрушек Матвейка Матвейка Внутри Чуба-чубцы Первый раз Тебя в видео Покажу Поехали дальше Беговые площадки Беговые площадки Вот такие Вот везде А вон Обратите внимание В каждом парке Стоят вот такие Вот Агрегаты С солнечными батареями И самое что интересное Нигде нету Ни охраны Никого И никто Ничего Не пить Ну вы поняли Не ворует Интересно Да Несмотря на то Что гарлем Вот так вот Пойдемте наверх Итак Поднимаемся наверх С Монингсайк Парка Куда-то дальше Я еще не готов Сказать куда Но мы идем По направлению Вот этой вот Гигантской Готической Красивой церкви И видим тут Настоящее Произведение Искусства Башню Как Можно даже сказать В фильме Game of Thrones Игра престолов Это прямо Стена На которой сидел Джон Сноу Посмотрите Очень круто Это чисто Старинная Такая Рыцарская Стена С башней На которой Наверное Стояли Когда-то Дозорные И следили Что если идут Белые ходоки Надо Готовиться Вот так вот Безумно Красиво И то И все Это в пешей Доступности В пяти минутах От нашего дома Это все Гарлем еще Идем дальше И видим Какие-то Очень красивые Рисунки Тут раньше Не было Смотрите Деревянные Какие-то Сооружения И нарисованные И нарисованные Такие вот Небольшие Произведения Искусства Не только Нарисованные А прямо И Вылепленные Вырезаны С элементами Каких-то Инсталляций И я сейчас Поднимаюсь По такой вот Лестнице Чтобы показать Вам Панорамный Вид Вот сейчас Гарлем Уже закончился Я вам покажу Upper West Манхэттен Классный вид Безумно красивый Сейчас вот Мы пройдем Через такую вот Арку Буквально Пару минут В моем-то возрасте Я не могу Уже так быстро Передвигаться Как хотелось бы Хотя стараюсь Но Что поделать Возраст Дает Знать о себе И вот Поднялись Наверх Вот такой вот Памятник Карл Шульц Шурз Карл Шурз Да Вот он И вот Вид На Upper West Манхэттен С высоты Птичьего полета Смотрите Какие сегодня Красивые облака Да Самое что интересное Что сегодня В Нью-Йорке С утра И всю ночь Фигачил Проливной дождь До такой степени Что мы думали Уже Что мы никуда Не пойдем А оказалось так Что Погода Очень-очень Быстро Поменялась Тут вообще Погода Меняется Молниеносно Честно До такой степени Быстро Что не Не успеваешь Отуплиться Сначала Идет дождь И дует Ветер Холодный Проходит Буквально Пару часов И уже Жара Вот сейчас Вот 30 градусов Тепла По Цельсию На градуснике Сейчас 5 часов 3 минуты Суббота 26 августа И погода Меняется Просто Молниеносно Давайте Погнали Дальше Вот Смотрите Мы Потихонечку Спускаемся С Верхней части Морнинг Сайк Парка И попадаем В часть Отдыха Вот конкретно Барбекю Зона Громаднейшая Про которую Я вам рассказывал Тут Тусят Все Тут У всех Какие-то Вечерухи Вон Обратите Внимание Жарят Мяско Вот То Что мы Видели С вами В фильмах Американских Как они Собираются Где-то Жарят Барбекю Тусят Сидят На стульях Веселятся Видите Гриль Чил И гриль Короче Отдыхают И жарят Гриль Вот видите Это Гигантская Часть Парки Где Просто Все Чилят И Отдыхают И Самое Что Интересное Мы Сейчас Приближаемся К такому Офигительному Месту Безумно Красивому Озеру И Вот Полицейская Машина В каждом Парке Всегда Ездят Небольшие Такие Машинки Которые Следят За порядком Чтоб Было Все Чинно Благородно Вон С одной Стороны Чилят Люди А с Другой Стороны Мы Имеем Офигительный Пейзаж Просто Я считаю Что это Достойно Уважения Отдельного Лайка Респекта Я не знаю Как это сказать Смотрите Какое место Озеро Посреди Парка Утки Вон девочка Сидит Кормит Уток Черепах Куча Такие Скалы И Вон Какие-то Найкрасивейшие Фигуры Каких-то Цветочков В воде Чисто Такой Декоративный Прут Да Он Не для Плавания А Конкретно Для Релакса И самое Что интересно Абсолютно Нету Запаха Никакого Там Что Вода Зацвела Или Еще Что-то Помчали Дальше Люди Чилят Отдыхают Жизнь Бьет Ключом Дальше Проходя Мимо Этого Парка Мы Видим Детскую Площадку Так Давайте Еще раз Поясню Это Межа Граница Уппер Уэст Манхэттен И Гарлем То есть Мы Чтобы вы понимали Нью-Йорк состоит Из нескольких Дискриктов Районов Бруклин Бронс Квинс Манхэттен Гарлем Он как таково Не является Дистриктом Он входит В часть Манхэттена Является Одной Частью Манхэттена И Вот это Вот Граница Уппер Уэст Манхэттен И Гарлем Это Очень большой Парк Конечно По размерам Он не такой Как Централ парк Далеко не такой Но Сам смысл В том Что Тут очень круто Красиво Много Развлечений Вот Обратите Внимание Тоже Баскетбольная Площадка Тут Гигантская Площадка Для Бейсбола Также Тут Ребята Иногда В гольф Играют Вот Сейчас Играют В Американский Футбол Кидают Мяч Друг Другу И Дорожка Для Бега Для Электроскутеров Сегвеев И так Далее Короче Показываю Вам Нетуристическую Часть Потому Что Сюда Вряд ли Кто-то Приедет Из Мало Кто знает Об этом Месте Сюда Приходят Местные Жители По выходным Чтобы Потусить Почилить Отдохнуть Пожарить Барбекю Просто Расслабиться От тяжелых Будней Вот Так Ребят Что Хотелось Бы Еще Сказать Знаете Грандиозная Разница Между Например Нашими Парками В Украине Например Возьмем Одессу И Тут В Нью-Йорке Как Устроены Наши Парки Везде Все Устроено Так Чтобы Зарабатывать На простых Гражданах То есть Ты приходишь Парк С детьми Везде Аттракционы Сладкая Вата Какие-то Сладости Какие-то Стоят Аниматоры Заманухи Все Сделано Так Чтобы Вот В Одессе Конкретно Про Одессу Говорю Разувать Граждан Чтобы Местные Жители Тратили Как можно Больше Бабок На Своих Детей Самое Что Обидно Это Местному Олигарху Тут Все Устроено Так Что Придя В любой Парк И между Прочим Акцентирую Внимание В Киеве Точно Так же Как в Нью-Йорке В Киеве Тоже В парках Нету Всех Этих Заманух Так Вот Тут Все Повторюсь Устроено Так Чтобы Когда Придя В парк Ты Максимально Релаксировал Отдыхал Чилил Не напрягался Что тебя Напрягает Твой Ребенок Кричит Купи Это Я хочу На карусели На качели Сладкую Вату Шоколадки И так Далее Такого Нету Киев В этом Очень Сильно Похож На Нью-Йорк Вот мы добрались До Морнинсайн Гайф 113 Улица И вот оно То самое Сооружение Про которое Я вам Рассказывал Смотрите На крыше Стоит Какой-то Ангел Сейчас я вам Покажу Эту Готическую Церковь С одной Стороны Дальше Мы ее Обойдем Покажем Вам с другой Стороны Пойдемте Вот смотрите Добрались До определенного Момента Хотелось бы Сакцентировать Внимание Вот тут Такое Здание Со стеклянным Для меня Полом Для них Потолком Что это За здание Я не знаю Оно не подписано Но самое Что интересное Вот за ним Вот находится В своем Исконно Историческом Виде Вот это Вот церковь Смотрите Не реконструкции Да Вон какие-то Там леса Сейчас стоят Видимо Только сейчас Будут проводить Реконструкцию Но просто Не покрашено Ничего не поменено Не заменено Все просто Вот так как оно было Даже в каких-то Белых разводах Я не знаю Что это Надеюсь Не голубиный Понятно Но выглядит Но выглядит Просто бомбически Я вам сейчас Покажу Это еще С другой стороны Где часть входа Просто реально Вот Я побывал Реально Вот Я побывал Конечно Не сильно много Где Но был в таких Странах Там как Франция Например Париж Взять Собор В таких Странах Как Франция Собор Парижской Богоматери Но мне кажется Вот это здание Ноттердам Де Пари Вообще Никак не уступает Я вам сейчас Покажу С другой стороны А вот Напротив Этой церкви Госпиталь Святого Луки Saint Luke's Hospital Тоже Интересное Здание В таком Каком-то Стиле Очень Необычная Конечно Часть Города Upper West Manhattan Достойно Отдельного Видеоролика Но у меня Это совмещение Перехода Гарлема В Upper West Manhattan Смотрите Какой Интересный Автобус Едет Двухэтажный Этим Тут Никого Не удивить Сейчас Мы Перейдем Через Дорогу И я Вам Смотрите Смотрите Вот она Я более большого Такого сооружения Церковного Смотрите Транс Идет Ну Дело Не в трансах А дело В церкви Я более большого Церковного Сооружения Такого Готического Еще Как бы В Нью-Йорке Не видел Я конечно Не говорю Что я Везде Был Но просто Реально Такое Интересное Сооружение Историческое Обязательно С влагами Америки Так что Посмотрите Дальше Сейчас Если открыта Территория Мы зайдем Вовнутрь Будет довольно таки Интересно Там есть Памятник Очень прикольный Сейчас покажу вам Да кстати Обратите внимание Как всегда На выходные Перекрыты улицы Они становятся Пешеходными Ну он Разве что Тут имежимся Едет с полицией Как бы Можно И то они Без включения Мигалок Без сигналов Едут Чтобы людей Не шугать Не травмировать И так далее Эпископал Чардж Велком Да и давайте Посмотрим На памятник Я думаю Любителям Архитектуры И Каких-то Необычных Памятников Зайдет Вот кстати Обратите внимание Да Вот лежит Типа я так думаю Наверное Иисус Потому что видите Стигматы на ногах Он распятый был Я думаю Это Олицетворение Иисуса Христа И далее Вот такой Вот Памятник Очень много Зелени Видите Какие-то Прямо Давайте попробуем Разобраться И описать Какая-то Большая морда Что-то Крылатое И какое-то Животное И внизу Тоже Какое-то Лицо Сейчас подойдем Поближе Вот опять же Это церковь С другой стороны Уже С последней стороны Вам ее показываю Какой-то Как будто Блин Я не знаю Замок Графа Дракула Очень сильно Мне честно Напоминает Ноттердам де Пари Но опять же Не хватает Каких-то Гаргулей Наверху А вон Какие-то чуваки То ли Короче Купили То ли Скорее всего Нашли матрас Почему Нашли Объясню Потому что Матрасы Выкидывают В целлофановых Вот таких Больших пульках Потому что Боятся Что если он Долго будет Стоять на улице В него Заберутся Крысы Поэтому Я думаю Что чувачки Просто не Побрезговали Старым матрасом Решили его Отнести себе Домой Видимо Он в нормальном Состоянии Вот так вот И обратите Внимание По периметру Забора Везде Вот такие Вот Статуи Какие-то Необычные Очень Необычные То ли Каких-то Чудиков То ли Каких-то Божеств Я не знаю Тут Вообще Что-то Непонятное Происходит Боюсь Себе Даже Представить И озвучить Тут Тут Какое-то Животное Тут Какой-то Челик Держит Какое-то Животное На руках А он Какой-то Дядька А вот Тут Какой-то Наездник На необычной Лошади И вот Так Вдоль Всего Парка Расположены Вот эти Необычные Статуи Что-то Они Видимо Означают А что Я не знаю Но Выглядит Просто Потрясающе И та же Самая Картина Возле Памятника Какие-то Обезьяны Какие-то Теуглавые Бараны Опять Бараны Опять Вот какой-то Двуглавый Змей Горыныч Скидывайте Двуглавый Змей Горыныч Трехглавый А это Двуглавый Рука С птицей Какой-то И какие-то Пегасы И вот Напротив Памятника Вот такая Вот Мемориальная Доска A different kind of Garden Короче Одним словом Красота А с другой Стороны Какие-то Страницы Книг С необычными Зарисовками Смотрите Из книги Вылазит Какая-то Морда И руки Тут Напоминает Какие-то Наверное Цветы Тут Лицо Какого-то Человека И животное Ray Charles Написано Опять же Тут тоже Какое-то Лицо Если пройтись По периметру С этой стороны Везде Вот такие Необычные Страницы Книг Я конечно Повторюсь Но этот Парк Просто Одно Сплошное Произведение Искусства Подобного Ничего Я не видел Еще нигде И никогда И вот Кстати Обратите Внимание Прямо Вот Напротив Памятника Ангел Лукавый Вон В левой части Спускается Со своими рогами Вниз Краб Какой-то Перерезал Горло И вот Описание Того Что Этот Памятник Значит Peace Fontaine Celebrated The triumph Of Good Our Evil Фонтан Мира Триумф Добра Над Злом И так Далее Короче Можно Попереводить Чтоб Понять Что К чему Но Вкратце Этот Триумф Добра Над Злом Говорит О том Что Как Учили Нас В детстве Добро Всегда Побеждает Зло Сейчас Я вам Покажу Самый Крутой Университет Нет Не только В Нью-Йорке Во всей Америке Смотрите Называется Он Columbia University Заходим На его Территорию Тут Учатся Самые Крутые Студенты Во всей Америке И Конкурс Сюда Просто Сумасшедший Все Мечтают Сюда Попасть Давайте Пройдемся По территории Тут Как раз Сегодня Было Зачисление Новых Студентов Сейчас Я вам Покажу Территорию Университета Я Такое Видел В таких Фильмах Как Евротур Там Всякие Студенческие Фильмы Американские Когда Показывают Как Студенты Блуждают По территории Университета Гигантского Вон С правой Стороны Мы видим Большую Сцену Сейчас Покажу Смотрите Университеты Вал Каламбия Университет Вот это Все Территория Этого Гигантского Университета Вон Библиотека Каламбия Университет На территории Расположено Множество Зданий В которых Живут Студенты Помните Всякие Альфа Бета Бета Гамма Всякая Такая Движуха Студенческие Всякие Движения Очень Круто Когда Попадаешь Сюда Честно Как будто Попадаешь В атмосферу Каких-то Американских Студенческих Фильмов Вот Так вот Очень Интересно Потрясающий Вид И очень Много Студентов Особенно Иностранных Повторюсь Все Студенты В Америке Мечтают Сюда Попасть Потому что Это считается Самым Крутым Американским Университетом Вот Так вот Ребят Один Из моих Подписчиков Не буду Называть Его Имя Сказал Мне Сказал Написал Комментарий Спасибо Тебе Влад Ты Показываешь Нью-Йорк Как Он Есть Вот Отдельное Спасибо Тебе Мой Подписчик Потому что Это Очень Крутая Фраза Нью-Йорк Как Он Есть Вот Смотрите Вот Сейчас Мы Находимся На Морнинг Сайт 116 Улица Это Та же 116 Улица Которую Я Вам Уже Показывал И Покажу Сегодня Еще Раз Тут Ваппорт Сайт Манхэттен Бизнес Часть В основном Все Белые В основном Банки Какие Какие-то Бизнес Учреждения Но Буквально Через Парк Морнинг Сайт Через Который Мы Пройдемся Будет Уже Тот Самый Гарлем В этой Части Все Цивильно Нету Бомжей Нету Сумасшедших Нету Сумасшедшего Трафика И Постоянной Движухи Но Перейдя Эту Часть Через Морнинг Сайт Парк Попадаешь Совсем В другое Как же Это правильно Сказать В другой Мир В другую Часть Нью-Йорка И Моя Родная Одесса Соскучилась По Самолетам Тут Самолеты Я наблюдаю Каждый день Раз Наверное По Сто Надеюсь Что Скоро В Одессе И во всей Украине Будет То же Самое Вернется Мир Спокойствие И Самолеты Ну и Вот И В завершении Нашей Прогулки Мы Опять Попали В Монинг Сайк Парк Идем По 116 Улице Но Уже В Гарлеме И Видим Опять Любителей Почилить Покушать Мясо Послушать Громко Музыку И Потусоваться Так что Надеюсь Вам было Очень Очень Интересно Как мне Ребят Хотел Вам Показать Детская Площадка В Гарлеме Да Смотрите Сколько Детей Видите Ну Много Очень Тут Есть Одна Особенность На Детской Площадке Только Один Белый Ребенок Мой Он Бежит Остальные Все Черные Ну Что Я Надеюсь Что Это Видео Вам Понравилось И Было Полезным И Интересным Это Было Мое Самое Длинное Видео За Всю Мою Блогерскую Карьеру Если Все Круто Тогда Ставьте Пальцы Верх Пишите Комментарии Задавайте Свои Вопросы А я Постараюсь Вам На Них Ответить И Показать То Что Вы Хотите Всем Пока You Know What I'm Saying